«Всё течёт, всё изменяется», — говорит директор Брестского областного узла радиовещания и телевидения Виктор Кораблёв. Если немного грустно от того, что привычное такое дорогое сердцу проводное радио уходит в историю, то радостно от того, что его заменяет более современная, более совершенная, удобная для людей технология. Технологии развивались существенно, опережая те возможности, на которые была рассчитана техника радиоузловская. И наступил, наконец, тот день, когда однозначно было принято решение от старых технологий отказаться, что мы имеем с 1 августа. Радио теперь первого национального канала белорусского радио можно слушать в эфире, в двух частотах, в FM-диапазоне и в ЧМ-диапазоне, и плюс к этому множество других радиостанций, белорусских именно, ну, порядка двух десятков радиостанций жителей Бреста, по крайней мере, на сегодняшний день, могут услышать в эфире. 1 августа, в полночь, в городе над Бугом проводное радиовещание было отключено. И даже в последние часы работы все функционировать должно, как часы, так было всегда. И в последние мгновения сбоев быть не должно, считает электромеханик аппаратной со стажем более 30 лет Людмила Прокопенко. Именно она нажимает кнопку отключения. И тем самым проводное радио становится историей. Начальника цеха за многолетний труд по поддержанию в рабочем состоянии всего оборудования цехопроводного вещания, как станционного, так и линейного хозяйства. И дежурный персонал в лице Людмилы за точно такой же многолетний добросовестный труд. Это интересная работа? Я думаю, да, это познавательно, любопытно, по-своему интересно и ответственно. Работа с людьми, работа с монтёрами. Одна команда, одна связка? Естественно, да. Каждый друг с другом? Работа с абонентами, общение с абонентами. Важно, чтобы каждый наш абонент слышал нас. И вот для этого мы были здесь, на этом месте рабочим, и делали всё, что могли и что нужно было делать. И нареканий особых от населения, от абонентов наших не было. Отключение было произведено в соответствии с планом мероприятия по поэтапному отключению проводного вещания на территории Республики Беларусь, утверждённым Министерством связи и информатизации Беларуси в 2012 году. Это обоснованно. Абонентов стало меньше. Если ещё несколько лет назад в Бресте было 120 тысяч радиоточек, то на данный момент чуть больше 80. 1 октября проводное радио будет отключено по всей стране. Ему на смену придёт эфирное вещание звуковых программ и вещание в сетях интернет. А ультракоротковолновый приёмник можно купить в сервисных центрах Белтелекома и в любом магазине, где есть отдел радиооборудования. В отдельных магазинах до 41 модели радиоприёмников разного назначения и разной ценовой категории. При этом разбежка в цене составляла достаточно широкий предел. От 110 тысяч до 1 миллиона 300, миллиона 400. На любой кошелёк. То есть на любой кошелёк, на любой вкус и на любой цвет. Что посоветуете радиослушателям? Успокойте их! Я бы посоветовал не волноваться, потому что без радиопрограмм никто не остался и не останется. А выбрать любую полюбившуюся радиопрограмму, включить свой приёмник на нужную частоту и продолжать наслаждаться слушанием этой программы. Лариса Осмолович, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.